Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Дмитрий Золотарев. Я представляю проект LaserDance Studio. Сегодня мы показали вам частичку этого проекта в самом начале. Как вам? Понравилось? Да, спасибо. Очень громкие аплодисменты. И я продолжу о самом проекте. Это был всего, наверное, небольшой процент, 5% того, что мы хотим сделать. Хотим мы сделать мультимедийный театр. Мультимедийный театр — это объединение новых технологий и сценического искусства. Принести что-то новое с помощью видеомэппинга, с помощью голографии, с помощью 3D. Дать просто новую жизнь нашему театру. Мы хотели бы сказать, что, просчитав, наверное, все возможные риски мультимедийного театра, мы понимаем, что, да, риски, безусловно, есть, но в основном это обстоятельства непреодолимой силы и форс-мажор. Пути решения, так как в основном мы инвестируем в оборудование, которое используем в своем мультимедийном спектакле, то мы страхуем это оборудование. Знаете, вот честно, вот по поводу именно вот этого слайда было самое сложное. Как можно, допустим, меня сравнивать с театром на Таганке? Никак. Если честно, то никак. Просто даю себе объективную оценку. Но понимаю, что в России, что хотим сделать мы, такого пока никто не додумался сделать. Какие-то моменты есть. Как Марк Захаров сказал, что, да, мне не нравится то, что воевода говорит голосом Рамзана Кадырова в спектакле, но зато у него ажиотажный спрос. Это говорит о том, что люди стремятся к новым технологиям, хотят их, но почему-то им никто этого не дает. По поводу, мы рассчитали всю финансовую модель мультимедийного театра, и понимаем, что окупаемость проекта при нейтральном сценарии составит, если где-то примерно брать тысячу мест в зале, нейтральный сценарий составит где-то 75% от продажи билетов, и можно окупить инвестиции за 16 спектаклей. При оптимистическом сценарии даже 12 спектаклей. Это, грубо говоря, один месяц. 30 секунд. Инновационные технологии, которые мы используем, как я уже объяснял, это видеомэппинг, системы захвата движений, 3D, голография, лазеры. Все, что интересно и все, что сможет сделать театр намного интереснее, зрелищнее, ярче и красочнее. Уже инвестировано в проект около 2 миллионов рублей. Мы закупили оборудование, подготовили сценарий, провели маркетинговые исследования, изготовили костюмы и реквизит. Доходы от проекта, я считаю, что самое главное, что у нас уже есть, это 50% успеха. Мы подготовили уникальный сценарий, который был разработан лучшим сценаристом России. Это Юрием Генвином. И мы считаем, что все-таки, наверняка, 50% успеха у нас уже есть. Мы просим инвестиции в пределах 24 миллионов рублей. На что пойдут эти инвестиции? Во-первых, на приобретение оборудования пойдет самый большой процент. На изготовление реквизитов, костюмов, аренда репетиционной базы. И также финансо-эксплуатационные и маркетинговые расходы. Почему выгодно вложить деньги в проект? Вообще, это перспектива. Театр находится на стыке двух поколений, как сказал один профессор, театральный критик Вадим Домбровский. Он сказал, что я уверен, ваша технология станет отправной точкой в формировании нового мышления. Наши преимущества, я уже говорил, мы уже 7 лет успешно работаем на рынке. Поставили мы несколько спектаклей. 5 проектов мы провели за рубежом. Более 3000 выступлений. 90 проектов с нуля. Мы внедряем все новые технологии, которые существуют на рынке. И стараемся донести их нашему зрителю. И все-таки самое замечательное, что мы решили использовать такую хорошую систему, как Голубой океан. Мы не хотим искать себе конкурентов. Мы просто хотим сделать другой театр. Спасибо. Спасибо большое.